приветствую вас на канале календаре у меня зовут аня лапа и сегодня мы будем разбираться кто же скрывается под маской скорпиона да мы давно уже говорим кто там скрывается и мусолили уже всяко разно эту версию я сейчас говорю о сергея лазареве конечно же как бы я не противилась как бы сколько раз я не говорила что не слышу там сергея лазарева я не могу предложить вам другой версии и людей которые как-то слышат там лазарева очень много с ними невозможно уже спорить ну и действительно сейчас по ходу видео я вам ближе к концу все-таки покажу те вещи которые нам с вами позволяют думать что все-таки скорпионы скрывается сергей лазарев впервые мы об этой версии заговорили еще в четвертом выпуске практически самом начале и тем не менее скорпион доходит до финала и возможно скорпион станет даже победителем теперь когда гусеница ушла я не знаю за кого болеть я не знаю кто станет победителем но предполагаю что возможно это как раз будет скорпион спонсорами этого выпуска снова является группа разгонщик туч обязательно подписывайтесь на них телеграм-канале они мне предоставили сегодня подсказки которые у нас будут в конце выпуска и расшифровки на те подсказки которых реально очень много в пользу версии сергея лазарева ну а пока я вам скажу тот путь который мы прошли на канале календаре чтобы как-то разгадать эту маску потому что все-таки скорпион скрывается он идет до конца или она дело в том что скорпион выдает себя за женщину то самое гендерное запутывание которое так долго ждала очень удачная в плане того что маска не сдалась на 2 на 3 даже там на восьмой на девятый выпуск а все равно до конца идет и позиционирует себя как женщина по вопросам того как это звучит я тут не буду сильно останавливаться потому что понятно что есть что-то что помогает этой маске звучать так как она звучит вот это аккуратненько скажу но в целом я вижу что в этой маске огромное количество поклонников многие говорят о том что это победитель а я тебя скажу что если это сергей лазарев повторюсь даже я буду огромной его фанатка я просто еще раз говорю низкий поклон за то что он сделал именно так все что он сделал потому что несмотря на то что я все-таки говорю на канале календаре что у подмазка скорпион сергей лазарев я его так ни разу и не услышала нам о том что сергей лазарев говорит какие-то другие вещи какие-то логичные вещи какие-то походки какие-то движения какие-то подсказки которых реально очень много расшифровки но по мне это никак не голос и нужно отдать должность и лазарева что если то он что он сделал просто великолепную работу потрясающую работу правил но мы с вами рассматривали разные версии но как тоже разные мы если честно так покопались в анастасии стоцкой нам показалось что это может быть неплохой версии но все разбилось о гастроли анастасии стоцкой на человек очень занятой и никак 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 она в графике съемок маски совершенно не вписывалась кстати наверно все стоцка осталось чуть ли не единственной но еще владик соколовский сынок кто так еще пока и не пришел в маску остальные но в этом сезоне просто все кого ждали все пришли и так как мы довольно таки рано тоже отказались от версии анастасии стоцкой других версий у нас так и не появилась потому что повторюсь уже с 3 4 выпуска говорится о серге лазаревы мы на него вот так вот потихонечку в выпусках набрасывали 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 и давайте сейчас возьмем последние четыре песни первые три мы брали в самом начале сезона там меняли тональности а сейчас возьмем последние четыре потому что многие говорят вот именно в этих песнях уже слышен лазарев кому-то не мне повторюсь никак не мне но по пройдемся по этим четырем последним песням поменяем тональности и посмотрим может быть действительно нам не хватает немножко другого тона чтобы как-то сергея услышать давайте посмотрим а напоследок я скажу прощай любить не обессуйся с ума схожу и восхожу к высокой степени безумства как ты любил ты пригубил погибели не в этом тело как ты любил ты погубил а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Это сура Не стало так легко дышать в открытое окно И повторять ей лишь одно Или это женщина? Не знаю Знаешь ли ты вдоль ночных дорог, чтобы слегка не жалеть Пусть его теперь в твоих руках, не потеряй его И не сломай, чтоб не нести вдоль ночных дорог Пепел любви в руках, сбив ноги в кровь Пусть его теперь в твоих глазах, не потеряй его И не сломай И не сломай И не сломай Don't call my name, don't call my name Alejandro I'm not your mate, I'm not your mate Fernando Don't call my kiss, no watch Just look for silver and hot Don't call my name, don't call my name Я не знаю, как вам Мне не помогло Даже в сменах тональностей я все-таки никак и не смогла услышать Не знаю Затем сравнение голосов У нас такая очень популярная тематика на канале Мы на всех это делаем Но ни разу не делали на Скорпиона По-моему, только вот как раз Анастасия Столской сравнили А с Лазаревым я просто не знала, как это сделать Ну, вот как поет Сергей Лазарев Восхитительно, да? Как мужчина И как поет Скорпион Как сравнивать это? Имеет ли смысл сравнивать это? Я никогда на это не решалась Но у меня в чате ребята скидывали сравнение Я вот возьму Вот из этого сообщения Возьму и покажу вам Вот они говорят про холодный тон Какой-то оттенок Вам тоже покажу Ну, вот какие сравнения можно попробовать сделать С Лазаревым и Скорпионом We all come across to bed But in the name Throat is on fire My eyes will be liar Рядом со мной уплыви Коробль Не увидишь ты Но эхом из пустоты Я падаю в небо Да я убеду Да искрен Я не знаю, что тут сказать Спасибо большое, что вы сделали это Потому что я никак не могла совершить такое И по-прежнему я не могу сказать, что это чистый Лазарев Ну, извините, это вообще не чистый Лазарев Если это Лазарев, то он проводит со своим голосом колоссальную работу И тоже нужно дать ему должное То же самое касается и речи Я тысячу раз говорила, что Скорпион говорит как женщина Послушайте Ты буквально вырос на моих глазах А Сергей Лазарев Тут даже и сравнивать не имеет смысла Он говорит своим обычным нормальным мужским голосом Никак не вот этим Но вы скажете Почему я сижу тут пол-видео Уже говорю о том, что не похоже то, не похоже это И третье, десятое не похоже Но тем не менее, все равно продолжаю говорить только о версии Сергея Лазарева А вот мы как раз подходим к тем моментам Которые нас логически к этой версии подводят Например, движения Мы неоднократно, во-первых, смотрели Как Сергей Лазарев может ходить на каблуках Потрясающе Я, наверное, так не могу ходить Да многие женщины так не могут ходить Чего уж скрывать Танцевальные движения Помните, тоже группа Разгончик Туч нам показывала Как Лазарев двигается и как Скорпион двигается Движения в танце Как отрывается буквально пяточка Лазарева И Скорпиона От пола Это как будто идентично И давайте сейчас это вспомним Все, что у нас накопилось И как аргумент в пользу версии Скорпиона Лазарева представим Некуда спешить Ночь одинокий день И ты не ждешь от жизни перемен Вновь приснится сон Что мы опять вдвоем Субтитры создавал DimaTorzok И ничего Сейчас я надену, подождите, не включайте Ты что-то опаздываешь, смотри, как я быстро, умело Ну, ты даже шутить опасно, Сереж, знаешь На самом деле, вот на таких, я не знаю, они же как на этом ходить Петли, вот платьишки моих висят Это первый акт, это второй акт Еще вот их будут сейчас готовить Ну ничего, так выглядит Ничего, ничего, сидят прекрасно А где моя, интересно А, это мои, вот смотри, вот это я поддеваю Вот в таком я, понимаешь Не в туалет сходить, ничего Также многие говорят о том, что Сергей Лазарев играл в театре женщину А у меня как-то все руки не доходили посмотреть Как же он там ее играл И тут, когда я готовилась к досье Я все-таки решила найти и нашла несколько видео Снималась из зала в театре Как Сергей Лазарев играет Я сейчас ставлю кусочки немножко Чтобы люди, которые владеют этими видео Это весь все на YouTube Ссылки я оставлю в описании Чтобы целиком посмотрели Ну там где-то две, где-то четыре минуты Я немножечко вставлю Чтобы на меня не наругались Но вы, конечно, сможете оценить Как он великолепно справляется С ролью женщины в театре Моя дорогая Просто не верится, что Коксула сейчас так далеко от нас Что он уехал умер Даю вам еще 23 минуты А если я денег не получу Отдадите мне свою цепочку ОСТАНОВИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ Вы меня раздражаете. А это что за розовая хрюшка? А кто мне в джеке? Это сестра несчастного брацуара! Вы каким тоном и как разговариваете с женщиной? А-а-а! Вы нас все сейчас взяли и оскорбили. Тебя оскорбили? А меня тогда оскорбили! Самое интересное, это же из-за какой-то еруды. Ну, ерунды, ерунды. Знаю какую сумму? Я прекрасно знаю сумму! 50 тысяч рублей? Нет, нет, 15 тысяч! 15 тысяч! Всего 15 тысяч? Ну вот так... Ты так все просто пиши. Она по себе в группе прекрасна. Да-да, мы их размять концу. Ой, это так ужасно! Вы себя ужасно! Прекращаем вам, мне нужно переговориться с юной дамой наедине. Ну, понимаешь, я беру, да? А мы не могли бы вам чем-то тут помочь. Не могли бы. Так, набежать парадок и уйдем. Я говорю, прости! Вы измирать готовы! Эй, это первые измирания! Чего? Чего? Туда? Да не хочу! Да вы старые! Марина! Подойди, поцелуй меня. Дэйзи, мне так приятно, когда вы меня целуете. Правда? Да. Вы меня целуете почти как Фресуа. Не может быть! Да, он меня вот так же обнимал и к тебе прижимал. Странно, правда? Ну, почему же странно? Пусть отпустим на вас. Да, да. Вот так у него похоже. У вас даже волоса похожи. И манер, говорите, даже походка. И походка? Нет, не совсем, конечно. Фресуа был более грациозен, что ли? Он, наверное, и держался бы как вы. Вы так помогли мне пережить эти долгие три месяца. Я вам ужасно благодарна. Солнце мой, ты что? Я так рада, что я тебя... И вот тут, кстати, я могу поверить, что вот он как притворяется женщиной в голосе, вот этот же самый голос, эту манеру он использует в Скорпионе. Просто никогда не выходит из образа. Вот тут я могу поверить. Я сама своими глазами просто не видела, как он играет женщину. Но он великолепно справляется, это нельзя не отметить. Что-то у меня сегодня с голосом. Также в обзоре на девятый выпуск я вам показывала, как Лазарев поет, изображая женский голос. Сейчас вам еще раз повторю, так как мы тут уже все собираем, все, что у нас накопилось. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо им большое. Я вам сейчас зачитаю, какое огромное количество подсказок подходит под Сергея Лазарева. Но прежде я вот вижу, что забыла сказать. Еще та самая, ну можно сказать, что подсказка в разговоре с членами жюри про 97-й год. Рассказ про 97-й год напоминаю. Девчонки, 97-й год. Вспоминай, наша первая встреча. Надеюсь, ты вспомнишь. Ну а теперь те самые подсказки. Я никого не боюсь, отсылка к песне «Я не боюсь». Мне с детства привили боевой характер. С четырех лет будущий певец занимался спортивной гимнастикой, побеждал на соревнованиях, получил юношеский разряд. Мне всегда нравились шутки. Сергей Лазарев родился 1 апреля в день смеха. Темпераментной харизмы у меня хоть отбавляй, а поклонников вообще 100 миллионов. После участия в Евровидении Сергей приобрел поклонников по всему миру. И поэтому кто я? Ну-ка? Сергей Лазарев – лидер сотни в шоу «Ну-ка» все вместе. Тот самый закопион, который успели полюбить все зрители и вся судейская коллегия. Лазарев уже приходил на шоу «Маска» в первом сезоне в качестве гостя в костюме динозавра. Иногда во мне просыпается и говорит самый настоящий клыкастый хищник. Лазарев озвучивал Волка в мультфильме «Альфа и Омега. Клокаста Братва». У меня много общего с оборотнями. Сергей примерил образ вампира в скетч... Да что ж такое... В скетчкоме «Лап Ив». У меня есть волшебный ключик для каждого сердца. Сергей – победитель телевизионного конкурса детской песни «Золотой ключик». Не всегда понимаю, они кричат от восторга или от страха. Отсылка на песню «Скрим». «Скрим» значит крик. Скорпионы – не страшное, очень доброе создание где-то внутри. Сергей Лазарев занимается благотворительностью. Он постоянно помогает различным приютам кошек и собак. У самого Сергея есть две собаки из приюта. Дейди и Лиса. Или Лиса. Все как из модно. Больше я никого и ничего не боюсь. Ну, опять же, может быть, отсылка к песне «Я не боюсь». Это всего лишь одна из моих масок. Я их часто меняю. Сергей играет в театр, где примеряет на себя различные роли. Также можно вновь считать за отсылку к тому, что Сергей уже принимал участие в шоу в другой маске. «Мне лишних килограммов не надо». Лазарев тщательно следит за своей фигурой. Помимо постоянных физических нагрузок в зале, Сергей соблюдает белковую и безуглеводную диеты. Понимаете? Дискотека, юность. Сергей перепевал известный хит 80-х. Ух ты. Shattered dreams. Также перепел на русском песне «Take on me» и «Love, I hate you». Также в составе группы Smash снялся в фильме «Ночь в стиле диско», а песня «Лазар бой» в свое время играла на многих дискотеках. Меня обожают совсем маленькие детишки и взрослые папы и мамы. С 98 по 2003 знаменитую заставку киножурнала «Мальчишки и девчонки», а также их родители исполнялись именно голосом Лазарева. Чаще всего в кино я играю скорпионом. Большинство ролей в кино Сергей сыграл в роли самого себя. Кстати, с пауками дружусь зайчиками и волчатами, даже с каракатицами. Лазарев был участником «Непосед», где вместе с ним занимались Юлия Волкова и Лена Катина, принимавшие участие в маске в костюме паука, а в «Журешово аватар» вместе с Сергеем сидит Тимур Батрудинов, который принимал участие в маске в костюме зайца. И с крикливыми чайками, они у меня дома иногда. В 2005-м Сергей выиграл премию «Чайка» в двух номинациях «Прорыв года» и для тех, кто любит «Погорячее». Это же самые музыкальные клешни в мире. Сергей играет на фортепиано. Если соберетесь принести мне цветы, я люблю роскошные розы, либо любимые цветы Лазарева – розы. Вы что, обувь, лицо мужчины? Запомните, обувь должна быть красивой и беглой. Принимал участие в рекламной кампании бренда модной обуви «Корсокому». Да, пожалуй, это мое предназначение – дарить музыку и делать добрые дела. Опять же, Сергей занимается благотворительностью и вместе с поклонниками участвует в благотворительных акциях. Говорят, если меня увидишь хотя бы один раз, потом уже никогда не забудешь. Сергей в 97-м году выступал в «Утренней звезде» с песней «Ты меня на рассвете разбудишь», в которой строчка «Я тебя никогда не забуду». Может быть, потому что мне, по сути, удалось однажды оказаться на одной сцене с королем. Сергей Лазарев спел дуэтом с Филиппом Киркоровым на новогодней маске. Плюс аватар. А вот мне кажется, что жизнь – это шахматы. Лазарев увлекается игрой в шахматы. А иногда мне кажется, что наша жизнь – это всего лишь замечательный мюзикл. Сергей озвучил трое болтона в трех частях классного мюзикла. Конечно, вы все с ужасом смотрите на мои клешни и шепотом умоляете пощадить. Отсылка к песне с шепотом. Это не так красиво, как кажется. Отсылка к песне – так красиво. «А на небе собираются облака. Отсылка к песне – облака». Вот так. Особенно мне нравятся подсказки про «так красиво», «шепотом», про шахматы, про «нука». Вот эта «нука» все вместе тоже очень нравится. Их, видите, какое огромное количество. И это еще даже не до конца. То есть это еще даже не на все выпуски. Но, как мы заметили, и не все подсказки, собственно, и расшифровывают нам потом во время исполнения песни на бис. Все вот это, сказанное в последней части видео – танцы, движения, театр, рассказ про 1997 год, то видео, где Лазарев поет буквально женским голосом. Своими глазами-то я увидела вот что. Ну и, конечно же, такое огромное количество расшифровок, подсказок. Некоторые из них очень точечные, как было с гусеничкой. Но их в итоге не стали расшифровывать, но я уверена, что именно там все так и было зашифровано. Мне позволяет сказать, что Скорпион Сергей Лазарев. И это видео, это досье, оно именно для того, чтобы подвести вот этот итог и быть готовыми к финалу. Ждать, что нам покажут финал, какие маски откроются и кто под ними будет скрываться. И уже будем сравнивать, кого угадали, кого, может быть, не угадали. Пока идем хорошо. Я надеюсь, что ошибок не будет в этом сезоне у нас тоже, как и в прошлом. Поэтому останавливаемся на том, что под маску Скорпион и Сергей Лазарев. Я надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайки, пишите комментарии. Если все-таки у вас другое мнение, обязательно напишите. И помните, мы в каждом выпуске показываю комментарии тех, кто угадал. И представляете, если это не Лазарев, а кто-то другой, и вы угадаете, вы будете одним из миллиона просто единственным, возможно, уникальным человеком, который нашел правильную другую версию, а не Сергей Лазарев. Ну вот так. Спасибо вам за просмотр. Меня зовут Аня Лапа. Это мой канал Календариум. Пока-пока.